Всем привет! Вы на канале Ирешу, меня зовут Ирина. Вот вы и преодолели первое испытание выпускного класса, написали итоговое сочинение, и сегодня предлагаю подвести итоги этого события. На сайте topic.eg.edu.ru в 9.45 по местному времени во всех регионах России публиковали официальные реальные темы итогового сочинения. В этом видео я некоторые из них разберу, прокомментирую. Если у вас будут какие-то вопросы, то вы можете задавать их в комментариях к этому видео или в моей группе ВКонтакте через функцию «Предложить новость». Также можете делиться своими результатами, когда их узнаете. Надеюсь, что все получат зачеты, ну даже если вдруг не получите, то у вас будет еще шанс пересдать итоговое сочинение, переписать, точнее, его в феврале и в мае. Во-первых, в этом году были идеальные темы, по которым можно было писать все, что угодно, все, что вы хотите. Такие темы палочки-выручалочки, они были в разных регионах, сейчас я их назову. В Дальневосточном федеральном округе по первому направлению была тема «Над чем вас заставил задуматься роман Толстого «Война и мир».» Если вы прочитали этот роман, то можно было написать все, что вы хотите, и примеры можно было приводить не только из романа «Война и мир». Потому что если бы в тезисе вы написали о том, что роман вас заставил задуматься о жестокости войны, то можно было привести один пример из романа «Война и мир», а другой пример из другого произведения, где описывается жестокость войны. Следующая тема. «С чем бы вы не смогли смириться никогда в жизни?» Тоже можно было писать все, что вы хотите. «С чем бы не смогли смириться, например, с предательством?» Об этом бы и писали. И третья идеальная, на мой взгляд, тема досталась центральному, северо-западному, южному, приволжскому, северо-кавказскому федеральным округам. Какую книгу вы посоветовали бы прочитать тому, кто устал надеяться? Можно было взять любую книгу, можно было написать в тезисе, что вы не можете выбрать одну книгу, а хотите посоветовать две-три книги, и это бы тоже подошло. Я бы, например, посоветовала книгу «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови, и о ней бы писала. Удачно совпало, что были темы, которые я предлагала для написания сочинений, даже которые я разбирала в своих практикумах. Сейчас их тоже назову, подробно комментировать не буду, потому что уже по ним было что-то сказано, а если это были темы, по которым не было практикумов, и я их не прокомментирую, и вам интересны эти темы, то задавайте вопрос в комментариях. В Калининградской области были две темы, которые были в моих видео. И эта тема «Почему гордость и гордыня разные понятия?» эта тема в похожей формулировке была разобрана в моем практикуме. И еще одна тема «Как надежда помогает выстоять в жизненных испытаниях?» Из первого направления была одна тема, которой не было в практикумах, но на моем сайте и в видео я ее предлагала. «Как вы понимаете, слова Толстого, прозвучавшие в романе «Война и мир», нет величия там, где нет простоты, добра и правды». Эта цитата была в теме, формулировка была немножко другая, но эта цитата была. Ну и остановлюсь на первом направлении. Практически все темы подразумевали приведение примеров не только из романа эпопеи «Война и мир» Толстого, но и из других произведений. Например, «Как вы понимаете мысли автора романа «Война и мир» о том, что главная победа над врагом – это победа нравственная?» Здесь не предполагается, что вы обязательно должны приводить примеры из романа «Война и мир». Можно было написать тезис так, что привести даже оба примера из других произведений. Но, конечно, лучше было один хотя бы пример привести из «Войны и мира», а второй, да, уже откуда хотите. То же самое относится и к следующей теме, и похожая тема была во втором практикуме по этому направлению. Согласны ли вы с убеждением автора романа «Война и мир», что ход исторических событий не определяется волей одного человека? Другие темы просто так не буду зачитывать, вы можете сами это сделать. Прокомментирую одну тему из этого направления. Согласны ли вы с позицией «Княжны Марьи»? Мы не имеем права наказывать. Интересная тема. Я бы согласилась с этой позицией. И здесь можно было вспомнить о Дубровском, который решил наказать Троекурова, и у него ничего не вышло. Можно вспомнить старуху из Иргиль, где жители племени не наказали Лару, а отправили в изгнание. Для него это было хуже наказания. И можно даже было написать о Раскольникове, который убил старушку в качестве наказания за ее деяния, чего тоже не имел права делать и ни к чему его поступок не привел. И одна тема из первого направления, по которой все-таки лучше было приводить все примеры из романа эпипеи «Война и мир», это 102-я тема из Сибирского федерального округа. Какие человеческие проявления автор романа «Война и мир» считал неприемлемыми? Разделяете ли вы его позицию? Я бы писала о трусости, лже-героизме и тщеславии и приводила бы соответствующие примеры именно из «Войны и мира». Теперь буду комментировать наиболее сложные, на мой взгляд, темы. И на всякий случай обращу ваше внимание на то, что я высказываю свое мнение, оно субъективное, вы можете быть со мной не согласны. 307-я тема из Сибирского федерального округа «Как связаны добро и благородство?» Я бы написала, что добро и благородство тесно связаны, они идут вместе, благородство входит в понятие доброты. И здесь можно было вспоминать о Наташе Ростовой, о Соне Мармеладовой и о других благородных поступках, которые одновременно являлись добрыми поступками. Следующая тема 412-я из Дальневосточного федерального округа. «Как победить в себе гордыню?» Я бы написала, что нужно вспомнить о том, что есть и другие люди и перестать думать только о себе. Здесь можно было писать снова о Ларе, который все-таки смог победить гордыню, но, как я писала в одном из сочинений, все-таки гордился тем, что победил гордыню, но это уже другой вопрос. И можно было писать о Дариане Грея, который тоже смог победить свою гордыню с ценой своей жизни, но все-таки. Следующая тема в этом же комплекте из направления «Он и она». «В чем заключается рыцарское отношение к женщине?» Интересная тема, необычная. Я бы написала, что рыцарское отношение к женщине заключается в подвигах, в учтивом поведении, даже иногда в стремлении превозносить женщину. И здесь можно в прямом смысле слова вспомнить рыцаря, роман Айвенга Скотта. И также я бы, например, написала о Николае Ростове. У него с Марией Балконской не было ярких чувств, но можно сказать, что он к ней относился, как рыцарь, уважал ее. Следующая тема 411, снова из направления «Гордость и смирение». «Почему поединок между гордостью и смирением так драматичен?» Я бы написала, что поединок между гордостью и смирением так драматичен, потому что человеку нужно перешагнуть через себя, чтобы избавиться от гордости и обрести смирение. Снова можно было писать о Ларе, о Дориане Грея, и также вспомнить Родиона Раскольникова. Следующая интересная тема, 310-я. «Согласны ли вы с Лермонтовым, назвавшим равнодушие к добру и злу, постыдным?» Да, я бы согласилась с Лермонтовым, и в качестве примеров о равнодушии к добру можно было вспомнить Юшку и Матрёну. Они совершали добрые поступки, по-доброму относились к людям, а те были равнодушны к этому добру. А в качестве примера о равнодушии к злу можно было вспомнить Димку, друга Лены из «Чучела Железнякова». Он был равнодушен к злу, которое ребята совершали по отношению к Ленке, несмотря на то, что она была его подругой. Он никак за нее не заступался. Ну, возможно, конечно, я сильно сказала, что он был равнодушен, он хотел что-то сделать, но долго собирался, и, по крайней мере, с точки зрения Ленки это точно было равнодушие. Осталось еще несколько сложных, но интересных тем. В Уральском и Приволжском в федеральных округах была такая тема, в чем разница между смирением и покорностью. Философский энциклопедический словарь и многие словари-синонимов говорят о том, что разницы нет, и это синонимы. Но все-таки нужно было постараться и найти разницу. Я бы написала таким образом, что покорность больше соотносится со словом подчинение, соответственно, к ней приводит влияние извне, а смирение больше идет изнутри. Поэтому Родион Раскольников больше все-таки стал покорным, потому что на него влияли многие люди. А, например, Марья Балконская сама по себе была склонной смиряться, несмотря на то, что на нее тоже воздействовал отец, но она по характеру была такая. Следующая интересная тема. Через какие лазейки зло проникает в душу человека? Я бы написала, что зло проникает в душу человека через неуверенность, через страх и через излишнюю доверчивость к людям. И здесь можно было снова вспомнить о Дориане Грея и об Ионыче. Вот и все. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Если это так, то, пожалуйста, поставьте ему лайк. Проверьте, подписаны ли вы на мой канал. Если вдруг еще нет, то обязательно подпишитесь, чтобы готовиться вместе со мной к ЕГЭ по русскому языку. Если у вас есть вопросы, не связанные с темой этого видео, то задавайте их в моей группе ВКонтакте через функцию «Предложить новость». Подписывайтесь на мой Телеграм-канал, там я разбираю интересные правила и частные случаи. Также публикую уникальные материалы. Подписывайтесь на мой Инстаграм и будьте с Ирешу, ведь я все решу. Люблю вас всех, целую, удачи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok